Следы от снарядов и пуль на стенах храма Кашветы в центре Тбилиси можно разглядеть и сегодня. Через дорогу от храма парламент, тут же несколько административных зданий. Именно здесь был эпицентр боев между сторонниками первого президента Зуяда Гамсахурдия и вооруженной оппозицией, которую поддержали несколько военизированных группировок. Бои в Тбилиси начались 22 декабря 1991 года и шли две недели. А следующие 30 лет многие участники тех событий жили бок о бок, но далеко не все смогли преодолеть идеологические разногласия. Зураб Харалашвили участвовал в Тбилисской войне добровольцем, он защищал президента. Сформировал группу сторонников и в течение всех двух недель держал оборону парламента, где укрывался Гамсахурдия. 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 Художник Гигар Веладзе был одним из тех, кто свергал правительство. Он вспоминает, что после распада СССР планировал заняться строительным бизнесом в Крыму. Но недовольство ситуации в Грузии заставило его вернуться на родину и взять в руки оружие. Закрывались предприятия, росла безработица, падал уровень жизни Грузинская оппозиция считала, что виноваты новые власти Политическая нестабильность переросла в гражданскую войну Гига принял участие в конфликте в рядах военизированной организации Мхедриони Бывшие противники до сих пор спорят на чьи В Грузии широко распространено мнение, что Москва поддерживала вооруженную оппозицию И хотела свяжения властей Об этом говорит и Зурак А вот Гига обвиняет в связях с Москвой как раз таки Правительство Зуяда Гамсахурдия По его словам, военнослужащие советской армии участвовали в карательных операциях Против грузинских движений и организаций, недовольных политикой первого президента При этом Гига признает, сами путчисты все же пользовались услугами военных инструкторов из России По разным данным, в результате боев В Тбилиси погибли от 90 до 200 человек Тбилисская война закончилась поражением президента Гамсахурдия и его семья получили убежище в Чечне А участники тех событий заключили символическое перемирие В войне в Абхазии в 92-93 годах Бывшие противники, в том числе Зура Бигига Воевали уже по одну сторону Всем им присвоен статус ветерана грузинских вооруженных сил Впрочем, Зураб рассказывает, что он, как представитель проигравшей стороны, еще несколько лет чувствовал на себе давление со стороны нового правительства Его несколько раз задерживали за связи с бывшими властями Были проблемы с трудоустройством Даже в войне в Абхазии так называемых свиадистов, по его словам, бросали на самые сложные участки Последние несколько лет Зураб все чаще проводит время в селе, в отцовском доме Санимается сельским хозяйством Говорит, что ему по душе такая спокойная и размеренная жизнь И только развивающийся в его дворе флаг первой грузинской республики, под которым к власти пришел Гамсахурдия Напоминает о том, что Зураб остается верен своим взглядам СМЕЙСКАЯ ТЕКЛОКОВА ГОПИЛЯ Гига, после ранений, полученных в Абхазии, оказался приководным к инвалидной коляске. Почти всё свободное время тратит на живопись. После войны это стало его основным занятием, а его работы выставляются на выставках. Гига говорит, что вооружённые конфликты, в которых он принимал участие, превратили его в убеждённого пацифиста. Возможно, потому он не очень-то любит вспоминать военное прошлое, о котором, впрочем, как признаётся, не жалеет. И вот поэтому они были и снова, и в ее провинциях, если он был уехал. Поэтому мы говорим, что мы поднялись в Моначили, например, он был в Абхазии, а в Абхазии ему не было, он не было. Он сказал, что мы Rio sembлали, что что-то стоило. Грузинские историки не дают единой оценки тем событиям, но согласны в том, что гражданская война значительно замедлила развитие страны. Конфликт отразился на экономике и разделил общество. Спустя 14 лет, в 2005 году, парламент Грузии принял постановление, в котором Тбилисская война была названа насильственным и антиконституционным военным переворотом. Из Урапи Гига полагают, подобное сегодня в Грузии вряд ли может повториться. Они считают, что грузинское общество за эти 30 лет существенно изменилось, стало более терпимым и научилось лучше прислушиваться друг к другу. Продолжение следует... Продолжение следует...